В стране изучают возможности мирного атома. Помимо промышленного производства, куда обычно направляют радиоактивные изотопы, медицина стала еще одним направлением для этого вида энергии. Диагностика и лечение онкологии и производство радиофармпрепаратов. Такие задачи стоят перед Институтом ядерной физики, где не так давно заработал исследовательский реактор. В Казахстане впервые проходит ежегодное совещание коалиции исследовательских реакторов СНГ. Это своего рода закрытый клуб для стран, использующих атом в мирных целях. В Казахстане радиоактивные изотопы всегда применялись только в промышленности, металлургии и химпроме. Но теперь выбрано еще одно инновационное направление – ядерная медицина. Изготовление радиофармпрепаратов, это не только для диагностики, мы надеемся и для лечения. Если будут соответствующие кадры в Казахстане. Как ни странно, здесь ядерная физика даже является локомотивом развития ядерной медицины, поскольку мы готовы широкий спектр изготовить радиофармпрепаратов для наших граждан. Помимо ядерной медицины в Казахстане собираются внедрять радионуклидную терапию. В онкологии она просто незаменима. Для успешного развития этих проектов потребуется от 10 до 15 лет, считают специалисты. Роль Казахстана заметна в большой ядерной семье. Достижения, связанные с переводом реактора с высокообогащенного урана на низкообогащенное топливо, является очень значимым. Признавая достижения Казахстана в связи с закрытием самого большого ядерного полигона в Семипалатинске и зная дальнейшие планы Казахстана в создании банка низкообогащенного топлива, у Казахстана есть своя роль в будущей работе в этой области. 33 странные участницы МАГАТЭ планируют, а где-то уже и строят свой исследовательский реактор, подобный тому, что уже работает в Алматы в Институте ядерной физики. Дин Мухаммед Каликулов, Валентин Лобанов, 24КЗ, Алматы.